Всем привет! На прошлом занятии мы научились базовым приемом монтажа. Сегодня мы приступим к наложению эффектов и использованию панели Effect Controls. Давайте начнем. Итак, вот у нас готов какой-то монтаж. Хочу напомнить еще раз, что у нас в разных панелях находятся разные закладки. И за панелью Source прячется панель Effect Controls. Сейчас здесь ничего нет, но как только мы выделяем какой-нибудь клип, у нас панель Effect Controls становится активной, и мы видим эффекты, которые уже по умолчанию к каждому клипу применены. В первую очередь это параметр Motion. Вот он обозначен отдельной галочкой Fix. Можем их сворачивать, разворачивать. В разделе Motion находится все, что связано с движением кадра. То есть сейчас у меня выделен вот этот кадр. У меня активна панель Motion. И у каждого параметра есть свои значения. Любую вот эту синенькую цифру мы можем менять следующим образом. Первый вариант это кликнуть на нее один раз и вбить другое значение. Сбрасываем мы по помощи вот этой вот окольцованной стрелочки с надписью Reset параметр. Второй способ мы кликаем на цифру. Вот у нас курсор превращается, появляются не такие две стрелочки. Кликаем и зажав мышкой вводим влево-вправо. Так мы можем менять абсолютно любой параметр, который у нас здесь есть. Я могу сбросить весь эффект полностью и вернуть сначала. Итак, значит первый параметр Position. Он отвечает за положение кадра в нашем окне. Второй параметр Scale. Он отвечает за масштаб. Изменяется от нуля до примерно 10 тысяч. Если постараться. В том числе можно Scale изменять по осям. То есть если я сниму вот эту галочку, я могу отдельно его растягивать в высоту, сжимать и отдельно в ширину наш кадр. Следующий параметр у нас Rotation это вращение. Мы можем вращать картинку в разные стороны. И следующий это Anchor Point. В дословном переводе это якорная точка. Что она означает? Посмотрим это на примере эффекта Rotation. Для начала еще одна важная вещь. Если мы выделяем целиком эффект, у нас становится активным панели управления данным эффектом. Если мы выделяем эффект, мы можем управлять некоторыми параметрами этого эффекта прямо в окне программ. Сейчас, если у меня активен Motion, я могу двигать мышкой кадр вместо того, чтобы двигать его здесь. И посмотрите, цифры сразу же меняются. Также я могу взять за угол и менять параметр Scale. И вот здесь в центре находится та самая якорная точка. Вот я ее меняю, и вроде ничего не происходит. Но сейчас я сделаю Rotation. Становится понятно, для чего нужна якорная точка. Такие вещи, как параметр Rotation и Scale, они работают в привязке к якорной точке. Я перенесу ее сюда, и мы будем вращаться вокруг этой точки. Также, если я буду менять параметр Scale, он будет скейлиться, уменьшаться относительно этой точки. В том числе якорная точка может выступать за пределы кадра. Надо будет вращаться все вот таким образом. Активировать управление с панели программ можно, выделив Motion, либо, если у нас выделен клип, вот мы его выделили, и два раза кликнем на этот кадр, у нас тоже активизируется эта панель. Это можно, чтобы скейлить. Так с любым клипом. Вот мы два раза кликнули, и можем менять параметр. Если мы выведем мышкой чуть-чуть за угол, смотрите, я вывожу, меняется курсор стрелочки вот на такую вот угловую стрелочку. Это включается параметр Rotation. Я могу отсюда его тоже менять. Итак, идем дальше. Кроме того, что мы можем менять эти значения, мы можем их анимировать во времени. Например, если я активирую вот этот секундомер лево от параметра Scale, у меня он становится синеньким, и появляется первая точка. Вот она. Чтобы мы могли рассмотреть, она за этой линии не видна. И теперь, как только у меня включен секундомер, я меняю этот параметр. Допустим, я сделаю наоборот. Сейчас возьму тикточки, поменяю местами. Так тоже можно делать. Вот у меня получается увеличение картинки. Если я хочу сбросить эту всю историю, я должен сначала отключить секундомер. Выскакивает предупреждение, что сейчас сбросятся все keyframe, которые мы создали, вот эти вот точки. Я говорю OK. Все. Теперь его нет. Идем дальше. Сейчас давайте рассмотрим на примере Rotation. Я немножко уменьшу картинку и сделаю анимацию Rotation. Я могу вести вот так эту всю историю. Могу просто здесь бить 5x. Это означает, что вот этот кадр сделает 5 оборотов. Теперь, что я хочу обратить внимание. Здесь слева от параметра находится такой треугольничек, который мы, если развернем, то увидим много разных графиков. Что это за графики? Первый график – это изменение самого параметра. Вот у нас меняются обороты, то есть градусы. Эти они растут. 170. 1x – это уже 1 оборот. Прошел 360 градусов. 325. Снова пошел. Третий оборот. Четвертый и так далее. Но мы видим, что у нас параметр изменяется линейно. А нижний график – это график скорости. То есть параметр меняется линейно и скорость изменения постоянно. Что здесь можно сделать? Если мы кликнем правой кнопкой и выберем вариант без Е, у нас появляются вот такие вот усики. и мы можем параметры менять не линейно, а экспоненциально, по кривой. То есть вот я две точки сделал из Е, перевел, и вот смотрите, как это выглядит. То есть сейчас у меня параметр медленно меняется, потом резко ускоряется и останавливается. Если мы посмотрим на график скорости, сначала он нулевой, потом резко растет и уменьшается. Как это выглядит? Более плавное такое движение, более плавный разгон и более плавное торможение. Можем даже сделать его еще таким резким, еще резче. Так, так. А, только сделать не пять оборотов, а допустим, трех достаточно. Смотрим. Плавно затормозить. И так мы можем менять любой параметр. С любой точкой мы можем работать таким образом. Можем его плавно разгонять, плавно замедлять и так далее. Если я сбрасываю, нажимаю сбросить, у меня при активном секундомере просто добавляется еще одна точка, которая приводит это все к нулю. А это не совсем то, что нам нужно. Для того, чтобы нам полностью сбросить, нам нужно все-таки отключить секундомер. Бам. Идем дальше. Следующий параметр, который здесь находится по умолчанию всегда, это опэстия. Опэстия это непрозрачность. То есть сейчас опэстия равно 100%, значит он 100% непрозрачный. Если я буду ее снижать, мы видим, как у нас картинка исчезает. И вместо нее виден нижний слой. У вас вполне возможно не сетка видна, а вот просто он темнее выглядит. Казалось бы, что он просто исчезает, но это не так. Если мы положим его на другой слой, то при уменьшении опэстии мы начинаем видеть слой, который ниже. Вот опэстия верхнего слоя равно нулю, мы видим низный слой. Опэстия равно 100%. Мы видим верхний слой. Опэстия 50%. Мы видим и то, и другое. И следующий важный параметр, который здесь находится, называется Blend Mode. Это стили наложения. Многие их знают по фотошопу. Здесь используется наложение по каким-то определенным математическим алгоритмам. Вот сейчас у нас... Я уже много точек насоздавал. Бросить. Окей. Да, к слову сказать, опэстия это единственный параметр, у которого всегда по умолчанию видите, включен секундомер. Как только вы что-то меняете, у него сразу ставится точка. Хотите вы этого или нет, но по умолчанию всегда так. Поэтому не забывайте об этом и сбрасывайте, если надо. Итак, возвращаемся в Blend Mode. Вот я положил один слой на другой. И... Теперь у меня эти слои по каким-то параметрам суммируются друг с другом. Как это практическое применение, то мы еще много раз посмотрим. Когда у нас есть какое-то выпадающее меню в Premiere, самый простой способ быстро его переключать, это навести на него мышкой и крутить колесико. Вот я чуть-чуть кручу колесико, и он меня перебирает все варианты по очереди. Как-то сталкивая эти два слоя. Получаются очень разные эффекты. Соответственно, если у вас нету ниже никакого слоя, то какое бы стильное вложение вы не выбрали, будет все одно и то же. Здесь обязательно нужно два слоя, чтобы получился какой-либо эффект. Теперь про тайм-ремаппинг мы поговорим отдельно. Сейчас я хочу сказать, какие еще у нас есть эффекты в Premiere. Все остальные эффекты находятся в панели Effects, которая прячется в том же поле, где и Project. И вот здесь вот Video Effects огромное количество всего, чего только можно. Более подробно мы будем разбираться на других занятиях. Сейчас вот для примера покажу, как применить эффект. Ну, допустим, для того, чтобы найти нужный эффект, нам достаточно ввести здесь его название и будет выделено все, что касается блера. Вот я хочу просто применить обычный блер. Мы можем взять этот клип и drag-and-drop перенести в панель Effect Controls. Один способ. Мы можем, если у нас выделен клип уже на таймлайне, при двойном клике к нему применяется этот эффект, или можем его перенести также drag-and-drop на нужный клип. Сюда. Так, вот у нас появился эффект Blur. Он появился в следующем в списке. Все эффекты применяются последовательно сверху вниз. И здесь я уже могу менять параметр, получая нужный мне эффект. Могу делать вертикальный, горизонтальный и обе стороны. На этом все. Спасибо за внимание. Оставляйте комментарии, пишите, я всем отвечу. Если что-то непонятно, разъясню. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok